Марина Томилова, Ирина Абушаева, Лариса Витина Удался в нем, будто птиц в силках Если я каждый раз говорю не о том Это значит, для нас не настал нужный час Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-а-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Сколько ненужных потерь ты приносил с собой На квадрате окна Крестник рамы надет Ах, как же, что не нам Предназначен рассвет Прилетевшим скворцам Только лето дано Я могу без конца Думать лишь об одном О тебе слышишь? Зову, будто бы солнце К себе первую тянет траву Зову, будто бы солнце Зову, будто бы солнце Зову, будто бы солнце К себе первую тянет траву Аплодисменты Аплодисменты Познакомились, как обычно Столкомпания, симпатичная Тачка тихая Небольшой пикник Зову, будто бы солнце Вечер, веков, 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 веков Зову, будто бы солнце Он спросил меня Спать не хочется Если б знал я, чем все кончится А подзолуги Сыплют золотом Ночь короткая Крепко руку шал, весь потел родной, То ли шарка так, то ли сам такой. Он говорит, что я всех красивее, Будто он сейчас всех счастливее. Он читал стихи за выражение Про звезду мою, про сближение. А я верила, а чё не верить, Раз далеко ушли и не ищут нас. А посоли цыплют золотом Ночь короткая, Глосы в золотом, поле рыжие, Платье белое. Он женатый был, а я смелая. Я предлагал бежать, жить на острове, Бегать голыми. Прости, Господи, как два голубя, В небесах парить, в общем, с ним пока. Предлагал пожить, тут же стал просить, Дурака простить, Заклинал молчать, обо всём забыть. Но молчать забыть мне не хочется, Если б знал я, чем всё кончится. А посоли цыплют золотом Ночь короткая, Глосы в золотом, поле рыжие, Платье белое. Он женатый был, а я смелая. Он женатый был, а я смелая. Я много лет борюсь над тем, чтобы быть честным. Это оказывается очень непросто. Говорить всегда правду. И когда человек начнет над собой работать, он поймет, что это очень сложно. Особенно, когда тебя слушает не один человек или один мой близкий. Так вот, когда я сегодня на сцене говорил, что это лучшие барды в мире, что я имею в виду? У нас ведь оценочные критерии разные в мире существуют. Но я Костю Мурцева слушаю и плачу. Слушаю второй раз, третий, 158-й, 963-й и плачу. Почему? Я не буду сейчас говорить, потому что я ответа на этот вопрос не знаю. Почему? Потому что есть точное попадание. Точный резонанс. Во что это резонанс? Это тоже, если пытаться об этом говорить, это будет неправильно, потому что это будет неправда. Вернее, это может быть правдой, но не будет истиной. С девочками я знаком больше 10 лет. И поэтому вот это путешествие во времени, оно было совместным. Мы сидели в 1-2 часах, все время чувствуя вот этот резонанс, связывая артериями, что ли, да, какими-то незримыми, Сибирь и Москву. Потом, очень хорошо сказал по этому поводу Шекспирта. Я не хочу хвалить любовь свою, я никому ее не продаю. Я даже никогда не говорю хорошо про ребят, как про бардов, я просто даю им, людям, запись. И когда эти люди сегодня, бросив все свои дела, а дела это очень большие значки, приходят на концерт, и я смотрю на них, когда поют ребята, и вижу, что они повторяют губами тексты песен, я понимаю, что все состоялось. Комментировать это тоже излишне. Так вот, для меня песня, это не только музыка, да, и не столько музыки, да, вот пей бардовская песня, сколько содержания. Вот такого содержания, я лично, да, а вот как, я сейчас объясню, почему я говорю, я, вот звучали поздравления, пожелания, досты, когда люди говорят, что вот в мире, да, вот так-то и так-то, и они действительно там хороши по сравнению с миром, но люди не видели этого мира. А моя профессия – общение с этим миром. И если мне нравится, ну, будем говорить, бардовская, да, бардовская тема в России, то я интересуюсь всем похожим и по миру. Когда я говорю, что лучшие в мире – это чистая, голимая правда. Но это говорю я, потому что это резонирует со мной. Конечно, наверное, если кто-то там потягивает пиво и слушает тексты, в которых он родился, жил и будет умирать, то, наверное, они адекватные. В искусстве. Поэтому вот, что я могу говорить про этих ребят? Я могу сказать, что да, сегодня я должен находиться в Камбодже, например, я нахожусь здесь, да. При этом это единственное мероприятие в рамках вообще всех моих приглашений, которые приходят десятки, да, самое важное, я к нему готовился внутренне, я чистый себя, да, я настраивал свою душу на встречу с ними. Это не громкие слова, не пафосные слова, а это правда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!